Юрий Нечипоренко. Птица. Миланья любит летать. Когда папа её поддерживает снизу, она парит и улыбается, плачет, лёжа на спине и смеётся, глядя на мир с высоты. Скажете, что все дети любят летать? Да. Да, я как раз хотел сказать, что она, как все, как все младенцы небесные, птицы небесные и дети. Но вот вчера её первый раз поднесли к зеркалу. Она увидела себя и страшно обрадовалась, так обрадовалась, что закричала громко-громко и пронзительно. Так кричат чайки, когда видят землю после долгого перелёта. Летит-летит чайка над морем-океаном, устала, крыльями еле машет, и вдруг земля обетованная. Тут она кричит от радости. Да, Мелания наша похожа на такую чайку. Представьте себе, что она же не знала до этого своего лица и вдруг первый раз увидела себя в зеркале. Не думаю, что она узнала именно себя. Рано ей это знать. Узнала она скорее образ прекрасного, высшего существа, которую видела в своём лице. И теперь она уже знакома с этим существом. Теперь, как всякая девочка, будет любоваться собой в зеркале. До этого она видела богов в лице мамы и папы. Но те боги были высоки и далеки, а этот, близкий, совсем рядом. Так Мелания начала понемногу узнавать себя в зеркале и радоваться каждый раз, когда моей её показывали. Кричать радостно и пронзительно, но уже не так громко, как в первый раз. Птица обрела свою землю обетованную.